12.05 в Кирове продолжается программа Дневной разворот в студии по-прежнему Николай Голиков И Светлана Занько Продолжаем разговор о том, как будут реализовываться проекты по благоустройству города Кирова Часть из них уже действительно в плане работ, а часть из них в таких наметках Но это уже нельзя назвать мечтами, потому что вокруг этих проектов образуются активные группы Образуется финансовая какая-то подушка Появляются уже заинтересованные предприниматели, поэтому уже можно говорить о том, что что-то будет меняться Да, и как мы и обещали, у нас в гостях Вячеслав Семаков, начальник территориального управления по Первомайскому району Кирова Заместитель главы администрации города Вячеслав Николаевич, добрый день Добрый день Ну, вы показывали массу проектов, которые в этом году принесли активисты, активные люди и предприниматели Часть проектов вы сами инициировали и проработали с активными группами людей, которые живут в этих районах И вот сейчас мы перед началом эфира с вами говорили, уже порядка 10 проектов набирается в Первомайском районе Да, 10 проектов, которые находятся и в стадии реализации, и в стадии рассмотрения То есть там необходимо провести дополнительное согласование, в том числе и с профильными министерствами По возможности размещения данных объектов Они абсолютно разные у нас Это и обустройство новых скверов, это установка бюстов нашим землякам Это восстановление ранее установленных объектов благоустройства Это, например, ракушка в Гагаринском парке И устройство детских площадок То есть сейчас мы используем различные рычаги Это и бюджетное финансирование в рамках проекта местных инициатив У нас будут реализовываться эти проекты в рамках грантовых конкурсов И за счет инвесторов У нас предприятия на территории района и жители активно проявляют участие во всех этих мероприятиях Раз уж начали с ракушки, то давайте поговорим про Гагаринский парк Ракушка — это сцена Там летний театр настоящий, потому что ракушка так-то звучит Ракушки раньше во дворах были, а тут настоящий театр Сцена, сидячие места там есть, все там есть прекрасно Расскажите, пожалуйста, что планируется, что удалось уже сделать? Ну, ее несколько лет назад хотели снести Вот я, честно говоря, не вижу в этом необходимости У нас очень много учреждений культуры на территории района находится Где учатся очень много замечательных детей И мне бы хотелось организовывать, вообще оживить Гагаринский парк Он на сегодняшний день немножко остался в стороне А те арендаторы, которые находятся на территории на сегодняшний день Они готовы подключиться к благоустройству Вот как раз у нас сейчас происходит вывоз мусора Ремонт непосредственно самой сцены уже провели Вывешиваем баннер Подключилось и муниципальные предприятия, такие как Киросвет То есть там дополнительное освещение Вот установим по периметру скамейки То есть помимо проведения различных общегородских праздников Каких-то детских мероприятий И кроме этого, вот у меня еще, можно сказать, желание такое перевести Наших ветеранов с театральной площади Чтобы проводить танцевальные вечера для ветеранов Как раз на этой территории Там, мне кажется, как-то и комфортнее, и уютнее Да, потому что там же есть деревья Там есть и акустика хорошая И действительно уютнее Сама сцена в какое время будет открыта И я знаю, что у вас уже прямо коллективы различные Выстраиваются в программу там с заявками Что бы они хотели провести на территории Гагаринского банка Мы уже в первых числах июня будем там проводить мероприятия Дополнительно информацию разместим Ну, например, кто заявляется и говорит, что мы вот готовы И детская филармония, и колледж искусств И ряд других учреждений В принципе, все готовы принять участие То есть там, в принципе, вообще может такая постоянно действующая площадка появиться Да, нас поддержала глава города Кирова Елена Васильевна Ковалева Глава администрации Илья Вячеславович Шульгин В этом начинании Поэтому я думаю, что мы эту площадку Оживим и будем развивать Что еще хотелось бы сделать в Гагаринском парке Вот что напрашивается для реконструкции Или устройства каких-то новых общественных пространств В связи с тем, что ранее была установлена площадка Для экстремальных видов спорта На сегодняшний день она... Ну, так скажем, да Оставляет желать лучшего Да, и территория там позволяет развиваться Сейчас обсуждаем, опять же, с предпринимателями Которые находятся на территории Гагаринского парка Уже зимний отдых горожан То есть установка какой-то большой горки Я, к сожалению, в эту зиму не смог там что-то такое большое организовать Мы хотели установить большую горку Но не получилось Единственное, что смогли там снежную горку для маленьких детей сделать Но вот все равно это, как сказать, осталось не только в мечтах Но уже предприниматели принесли проект То есть сейчас они вот рассматривают этот вариант Мы хотели не просто горку установить А чтобы она пользовалась круглогодичным использованием Я разговаривал с нашими верхолазами Чтобы посмотреть, есть ли возможность использования в летний период боковых поверхностей То есть для верхолазания Да, чтобы вот эти вот крепежи установить Чтобы ребята могли там передвигаться Это интересный такой вопрос Потому что я как-то в Фейсбуке размещала как раз пост Где можно элементарные вещи сделать Там начертить яркими красками, красивыми Классики и разные другие вещи Которые мы использовали в своем детстве И в том числе вот эти крепежи для верхолазания На боковых поверхностях Только положительные отзывы слышала со стороны тех Кто там читает мой Фейсбук И хорошо, что эта идея цепляет И возникают какие-то партнеры, которые думают, по крайней мере, над тем Чтобы поучаствовать в этом процессе А насчет экстрим-парка Я могу сказать, что в нашей программе «Разворот на бизнес» Я сегодня уже ссылалась на нее Мы забрасывали вот эту идею про Гагаринский парк Что неплохо бы компаниям, которые выбирают для себя направление спорта и детского спорта Обратили внимание на Гагаринский парк Потому что это самое излюбленное место для семей Для любителей даже вот, да, в том числе для любителей экстремального спорта Для детей, которые гуляют там с велосипедами, с скейтбордами и прочим Для того, что прям вот напрашивается и требуется профессиональная, хорошая такая качественная площадка для экстремального спорта А территория позволяет? Территория позволяет, но и на сегодняшний день у нас еще главная проблема Это состояние входных групп, въездов То есть там разрушены и подъездные пути, и парковочные места Это что с улицы Орловской, что с Красноармейской И вот благодаря голосованию, в рамках которого проводилась комфортная городская среда Мы там заняли определенное место И вот сказали, что в случае появления экономии от других территорий Начнем как раз с этого, то есть асфальтирование въезда Это который к филармонии ведет Да, который к филармонии Вот эта раздолбанная дорога Да, с устройством тротуара С армейской стороны Да, с устройством тротуара И, конечно же, хотелось бы, чтобы вот Это опять же в рамках развития этой же ракушки Чтобы у нас подходы были в надлежащем состоянии То есть люди могли, в том числе, заехать и с улицы Орловской нормальной И поставить тут машину, и пройти уже к месту отдыха Гагаринский парк занял второе место в этом голосовании После набережной в Нововятском районе Но сейчас, насколько я знаю, и там, и там В проектные работы в основном деньги вкладываются И мы ожидали, что в следующем году возможно Но вот вы говорите, что если будут как-то деньги сэкономлены Да, те дополнительные работы, которые будут проводиться в Кочеровском парке Работы, связанные с проектированием в Нововятском районе по набережной И вот если от этих работ останутся деньги, их направят на асфальтирование Потому что все документы, вот по этим въездам, они уже готовы Сметы есть в дирекции дорожного хозяйства Хорошо, понятно, в каком направлении Кагаринский парк может развиваться Еще раз обращаем внимание бизнеса, который готов поучаствовать в благоустройстве города Вот, пожалуйста, есть точка, еще одно приложение ваших сил Там есть не только точка, там огромное пространство, где можно и силы прикладывать Кроме этого, уже второй год подряд рассматриваем возможность обустройства площадки для выгула собак Обратилась тоже инициативная группа Первоначально провели весь комплекс работ, связанным с определением места, с проектом, с концепцией и согласованием Но пока вот сейчас ждем дальнейшего развития А что должно произойти? Я так понял, что идет сбор финансов, то есть они тоже хотели вначале попасть в какую-то программу Пока этого не произошло, поэтому либо за счет собственных средств будут, либо немножко придется подождать То есть на следующий год заявится в ППМИ или в муниципальный какой-то конкурс? Да, но опять же говорю, что есть уже и проект, концепция и место, все выбрано Для того, чтобы владельцы с собаками не ходили по всей территории Гагаринского парка У нас есть телефонный звонок 211-101, слушаем вас, представляйтесь, пожалуйста, и высказывайтесь Добрый день, меня зовут Михеева Ирина Я жительница как раз дома по улице Урицкого, 24, в районе Гагаринского парка О котором сейчас идет речь Я уже второй год веду переговоры с нашими властями Была на приеме в администрации Привомайского района Была на приеме у Симакова Олега Дмитриевича, не знаю как Вот буквально эти две недели я как на работу хожу в администрацию Пытаюсь выйти снова именно на связь, никак не получается Поэтому решила воспользоваться вашим эфиром Я второй год веду и ставлю вопрос о том, что в районе Гагаринского парка Вот здесь, со стороны сейчас, улицы Урицкого и нашего дома Нет организации пешеходного перехода И это очень опасно Это вот слава богу, что здесь еще у нас никто не погиб Из детей, мам и прочего И это вопрос вот до сих пор висит Территория разграничений здесь то у района, то у города И не знаю, вот уже два года я веду эти переговоры Ирина, какое конкретное место вы имеете ввиду? Со стороны ГДРК Дом улицы Урицкого 24 У меня уже переписка накопилась с нашими властями по этому вопросу Давайте мы послушаем ответ главы теруправления Спасибо И плюс еще можно я закончу Вот по Гагаринскому парку вопрос я поднимала Как раз организацию пешеходного перехода на стороне парка Вот доделать там буквально 20 метров пешеходного дорожки Для того, чтобы люди не не сидим и тут грязь Где на стороне? Там же, да? Все, Ирин, мы вас поняли, давайте послушаем Вячеслава Николаевича По поводу пешеходного перехода он в планах был и давали поручения по разработке дислокации дорожного движения Дирекции дорожного хозяйства Единственное, что пока все-таки приоритеты это образовательные учреждения и места концентрации дорожно-транспортных происшествий То есть реализация программы безопасной и качественной дороги подразумевает ликвидацию мест концентрации ДТП Поэтому, слава богу, что на данном участке у нас не было дорожно-транспортных происшествий Но в планах этот пешеходный переход есть Единственное, что сейчас пока все зависит от финансирования Перспектива? Перспектива-то какая? Когда ждать? Год, два? Я пока за коллег не могу сказать То есть от кого это зависит? От финансирования какой? Программа безопасной и качественной дороги? Безопасной и качественной дороги Есть наша муниципальная программа, есть областная программа, федеральная безопасность дорожного движения И мы старались и стараемся во все эти программы попадать максимально А, Вячеслав Николаевич, а если профинансируют, например, какой-то бизнес, который там находится? С удовольствием Там у нас один из банков крупнейшего находится Вопрос-то, видите, в чем? В установке одного дорожного знака проблему не решают Сейчас в соответствии с новыми нормативами Там полный комплекс работ Подходы, лежачие полицейские, ограждения, освещение, разметка, знаки специальные А мы знаем, сколько примерно стоит оборудование такого пешеходного перехода? В зависимости, вот так, пешеходное ограждение у нас есть Надо смотреть, в каком месте его будут устанавливать Там необходим уровень освещенности увеличивать Это как минимум две опоры устанавливать со светильниками Плюс все равно подходы Там подходы с одной стороны есть Если мы привязываемся со стороны парка Но это миллионы рублей? Это сотни тысяч Сотни тысяч, до миллиона Прервемся на полминуты и продолжим разговор о том Какие проекты будут реализованы в Первомайском районе по благоустройству в этом году Или планируются к благоустройству в последующих Разговариваем с главой территориального управления по Первомайскому району Кирова Вячеславом Симаковым 211-101, номер телефона прямого эфира Вячеслав Симаков, начальник территориального управления по Первомайскому району Кирова Заместитель главы администрации города у нас в студии Мы продолжаем рассказывать о проектах по благоустройству Которые планируются реализовать в этом и последующих годах в Первомайском районе Давайте, поскольку очевидно уже совершенно, что благоустраивается этот сквер напротив космического центра Вот буквально в нескольких словах, что это за сквер Там планируется восстановить или установить бюст Сейчас мы видим, что там уже такая площадка замучена плиткой тротуарной Да, будет установлен бюст нашему земляку-историку Виштомову Все подготовительные работы закончены То есть временно, когда устанавливался бюст Виктору Петровичу Савиных Основание не совсем, так скажем, было готово Там на месте старого дома тоже подвал был не отсыпан Поэтому со временем пошло проседание Да, сейчас полностью переделан фундамент Бюст уже готов У нас несколько предприятий подключились к благоустройству Это и Артфлора, и Связьбанк И непосредственно Господин Федяев Господин Федяев, да, музей Хлынова Он инициатор установки И основной спонсор этого всего Планируется продолжение озеленения То есть восстановление газона И дополнительная высадка кустарников И небольших деревьев Плюс цветники То есть будет небольшой такой зеленый уголок На территории Первомайского района И это в большей части своей Это как раз деньги спонсоров Да, здесь без бюджетного финансирования То есть совсем без бюджетного финансирования Почти Значит, дирекция зеленого хозяйства Оказала нам помощь В виде двух машин Плодородного грунта Ну и непосредственно работами Они тоже помогли Вот хороший образец того Как объединившись Можно сделать Вполне себе симпатичный И привлекательный Кусочек зеленой зоны Который несет еще и нагрузку Такую краеведческую Здесь, конечно, Валерий Федяев Молодец в этом смысле Он свою тему дожил Вот про сотрудничество Тогда хочу сказать Сквер на перекрестке Улитка Казанской И Роза Люксембург Инициатором тоже выступили Жители близлежащих домов В том числе Ленина 20 И помогли В этой работе Вятка Роспечать Банк Хлынов Шинный завод Кировское коммунальное хозяйство КДУ-3 И Газпром Ого Сколько Большая компания Ну, Газпром там рядышком Города Ну, и все подходы Поэтому Вот совместно С жителями Совместно Предприятиями Решили его обустроить То есть там будут Восстановлены дорожки В центре будет Организована Площадка для отдыха Конечно же Озеленение Кустарники Цветы Новые деревья И вот Ну Не хотелось бы Сглазить Кировские коммунальные системы Рассматривают вопрос Установки там Малого фонтана Паркового С питьевой водой? Нет Питьевые фонтанчики Они у нас устанавливают В трех местах Это и в Гагаринском парке И в парке Аполло И на набережной Грина Уже тоже фонтанчик А здесь просто фонтан А здесь, да Парковый фонтан Потому что Наблюдаю большое количество Мамочек с детьми гуляет И я думаю, что Неплохо было здесь В тени деревьев Им присесть Перед тем, как уже выйти На трехкилометровую прогулку На набережную Грина Да и на обратной дороге После трехкилометровой прогулки Где-то присесть в тени Отдохнуть Это здорово И опять же, возникнет Новый озелененный уголок То есть не территория На которой там Стоят два кривых клёна А уже Новое декоративное растение Ну я не знаю Можно ли это сказать Но мне кажется Что это нужно подчеркнуть Потому что Всегда нужно подчеркивать Кто является инициатором Организатором Что касается этого Зеленого уголка Я знаю точно Вячеслав Николаевич Что вы сами явились Инициатором Да И того Чтобы он благоустраивался И сами провели Активную работу То есть с предпринимателями В том числе Да С предпринимателями Лично пришлось работать Они откликнулись Но мы стараемся Выявлять на территории района Все такие территории Вот И предлагать И жителям Близлежащих домов Благоустраивать И вот там напротив Есть еще один Да Уголок Где вы Приступили К подготовке И жители Откликнулись Они подошли И спросили Что это вы тут делаете Да Это у нас опять же Напротив территориального управления По улице Роза Люксембург Там есть спортивная площадка И небольшая территория Захламленная На которой Заросла также Кленом Американским Вот там Часть передомовой территории Часть общегородской территории И мы совместно Планируем ее Расчистить И провести Высадку Зеленых насаждений Расскажите Как это было Потому что Вы со своей стороны Начали расчистку Подошли люди И спросили Что это вы у нас тут вырубаете Да С какой целью Что это вы тут делаете Автостоянку Наверное В известном фильме Очень часто Люди думают об этом Потому что Когда мы начинали Чистить территорию На молодой гвардии Именно с этим вопросом Мы подошли Потому что уже привыкли Что что-то расчищают Значит автостоянка будет Как-то уж так привыкают Народ у нас Понятно что Автостоянки очень нужны Но в первую очередь Мы хотим создавать Больше зеленых зон Для того чтобы Вот те деревья С улиц Все таки Они уходили Вот на такие территории Чтобы они не Постоянно Не несли какое-то Угнетение От постоянной обрезки От постоянно Механических повреждений И так далее И не являлись Препятствием Для автолюбителей Когда у нас Закрывают Светофоры Дорожные знаки И создаются Вот опасные Условия Да они еще На автомобиле падают Люди сразу отреагировали Которые подошли Вот из дома На Розу Лексенбург Когда вы объяснили Что вы хотите Сквер здесь благоустроить Да Сразу подошли Причем Могу сказать Что не только На территории Подошли Еще бывает Вечером В спортзал Захожу Там Мужчина подошел Он как раз В этом доме проживает Узнал вас И тоже поинтересовался Да Узнал вас И поддержал Сказал Мы готовы Тоже оказать Любое содействие Ну что значит Активная позиция Главы теруправления Не захвалить бы Только Вячеслава Николаевича Так Ну хорошо Двигаемся по набережной Дальше Вы мне показывали Очень интересный проект Который Тоже активисты Представили вам Разработали И представили Это проект Очень интересной Зоны отдыха Справа от шахматного домика На набережной Если стоишь лицом К шахматному домику Да Площадка для отдыха И спорта Неплохой проект Единственное Мы сейчас направили Запрос Министерства культуры Нет ли там Каких-либо ограничений Если получим Положительный ответ С ребятами Постараемся его Реализовать Давайте его опишем Что там предполагается Зона отдыха Небольшая сцена То есть там Предусматривается Там деревянный Такой настил Деревянный настил Из хороших Обработанных досок Есть небольшая сцена Есть книгообменник Есть небольшие качели Гамаки Гамаки Озеленение Конечно же То есть там И деревья И газоны Все планируется Это восстановить В надлежащем виде И все это Из экологически чистых материалов Из дерева Да Предлагается сделать Вы говорили Зона для спорта И отдыха А спорт там Каким образом представлен Ну они ее так назвали Вот Этой площадкой Ну там турник есть А турник есть Кроме того у нас ведь на протяжении всей набережной игры Практически там Через каждые 300-500 метров Есть площадки спортивные И различные тренажеры Давайте вернемся к этой зоне Потому что это очень заинтересовало Прежде всего редакцию Потому что вот когда Вот когда в этот домик шахматный Вошла кофейня Они стали там организовывать симпатичные очень мероприятия Концерты Собирались люди разных возрастов Очень приятный такой модное слово Челлаут получился И здесь вот эта зона Она как бы дополняет Она дополняет Шахматный домик Я видела целый список людей Которые поставили свои подписи Человек, инициативная группа Которая участвует в реализации этого проекта Что это за люди? Вы их знаете? Пока только с несколькими познакомился Ну они кто такие? Они бизнесмены Они просто жители Они студенты Кто это? И бизнесмены, и студенты все участвуют И финансирование этого проекта Каким подразумевается? Часть, я так понимаю За счет собственных средств Плюс они организовали сбор финансов Так, они через соцсети Реализовали сбор финансов Стоимость этого проекта какая? Более 500 тысяч рублей Более 500 тысяч рублей А сроки реализации Они представляют себе Если соберут эти деньги И получат разрешение? Я так понимаю Что они планировали В течение месяца реализовать После получения Всех разрешения То есть сейчас упирается Все в разрешение От Министерства культуры? Да Ближайшую неделю Мы сможем получить какую-то информацию От Министерства культуры? Вот мы свяжемся Посмотрим 30 человек группа Сейчас собирают деньги Я, к сожалению, не могу сказать В каких группах В каких соцсетях Где они есть? В ВКонтакте Может быть, в Фейсбуке Не знаем Везде размещены Везде размещены Я и на интернет-порталах Новостных тоже эту информацию видел Ну, если что К вам можно обращаться Людям, которые хотят поддержать Эту идею Чтобы там был такой чел Хорошо бы еще видеть проект На своем кировском был проект? А есть Он в интернете размещен Я сейчас, пока мы говорим Его поищу Это очень интересная зона Можем двигаться Можем двигаться дальше Следующий проект Который мы хотели бы отметить Очень хочется увековечить память Вятского селекционера Антона Бенедиктовича Рудобельского И вот в прошлом году Мы определили место По улице Молодая Гвардия В районе 30-го дома Там раньше был старый дом Его снесли Территорию мы Единственное, что не успели реализовать Опять же, пришлось объясняться С жителями близлежащих домов Когда начали убирать мусор Дикорастущую поросль У людей была информация, что мы хотим Там организовать парковку Поэтому было затрачено время На оформление всех необходимых документов И введение данной территории В перечень озелененных территорий Поэтому процесс затянулся На сегодняшний день Он уже утвержден постановлением администрации 14.05 Он уже взят в оперативное управление Территориальным управлением По Первомайскому району на содержание И вот сейчас Начинаем работу Единственное, что Опять же, хотели попасть в какую-нибудь программу С экономленных средств У нас тоже не оказалось Поэтому сейчас всем миром Будем реализовывать А что там на этой площадке планируется? По аналогии С улицей Преображенской То есть мы не хотим делать Какую-то там Такую зону отдыха Посиделок То есть Есть центральная часть Небольшая В которой будет установлен информационный щит Вот о данном человеке Небольшая зона отдыха Скамейки Но в основном территория Будет использоваться Под озеленение Мы постараемся использовать Те материалы Которые как раз выращивал И на территории города Кирова На территории Вятки Данный человек То есть Когда-то в 1903 году Он из-за врага засора Сделал цветущий сад Очень нам не хватает Таких людей Мы продолжим Рассказ И про этот сквер Потому что Есть с чем Обратиться К заинтересованным Слушателям Через Пару минут Продолжаем разговор С Вячеславом Симаковым Начальником территориального управления По Первомайскому району Кирова Заместителем главы администрации Города Мы Рассказываем О проектах По благоустройству О зеленении О устройстве Различных площадок Которые планируются К исполнению В Первомайском районе В этом году И в последующих И делаем это не просто Ради того Что подсчетное мероприятие Какое-то прошло Мы прежде всего Конечно Обращаемся к слушателям Которые могут внести Свой посильный Какой-то вклад В эти проекты Кто-то заинтересуется И захочет Войти в состав Группы активистов Поучаствовать В благоустройстве Самом Кто-то может Приложить свои силы Как архитектор Как дизайнер Бизнес может Пожертвовать деньги Для того Чтобы появились Эти новые зоны И правда Коль радуешься Когда видишь Что стали откликаться Активнее Да Вот на эти вещи Объединяться И мне кажется Я не знаю Подтвердите Или опровергните Вячеслав Николаевич Что вот этот стандартный Набор предприятий Которым всю жизнь Обращались В основном Все на слуху Крупные Типа там Газпрома Наших машиностроительных Мероприятий Стали подключаться И более Средний и мелкий бизнес Средний и малый бизнес Предприятия Которые Занимаются Содержанием Городской территории Они в основном Нет Дополнились То есть Я в первый раз К ним обратился Заречная часть У нас в основном Кировское коммунальное хозяйство Вятка-1 Содержит И в том числе КДУ-3 Ну это сахар То есть они тоже Помогли А вот сейчас Кстати говоря Про КДУ-3 Там у них тоже Скверик симпатичный С зайцами летающими Планируется Давайте мы закончим С Молодой гвардией 32 Вот поскольку Затянулось Согласование В том числе И с парковкой И с другими вещами То от проекта Отвалилось Несколько спонсоров Готовых в прошлом году Вложить деньги И я поэтому сейчас Прямо вот лично прошу Тот бизнес Который заинтересован В том чтобы память Зафиксировать Великого человека Я считаю Вот взял один И целый овраг Превратил в цветущий сад И теплицу Где выращивал ананасы Арбузы И прочее И вообще С благоустройства Этого сквера Может быть пойдет И движение И в овраге тоже Да Вот кто заинтересован Кто может Предоставить Крупномерные деревья Кто может Правильно уложить Газон Там да Кто может Правильно Формировать Вот эту всю зелень Поучаствовать В разработке Арт-объекта Чтобы Там есть Вещи Которые достались Из архива От господина Рудобельского Которые можно Превратить В арт-объект Чтобы не просто Там информационный Щит стоял А что-то действительно Интересное Что-то историческое Мы тут в Кар Вспоминали Где очень много Интересных И в Нижнем И в Ижевске Много интересных Мини таких Арт-объектов Именно небольших Которые Не сильно Привлекают внимание Но с другой стороны Очень уют Создает в городе Потому что Всегда есть Какая-то скамеечка И пользу Потому что Ты сидишь И что-то еще И узнаешь А вот хотелось Сделать как раз Этот сквер Действительно Информационным Чтобы приводить туда И школьников И рассказывать Про Рудобельского Чтобы гости города Могли пешком По вятке Человеке идет речь А я бы кстати Обратилась напрямую К управлению К МВД К большому зданию Которое находится на Ленина И к ФСБ Большому зданию Которое находится на Ленина Потому что Практически Все сотрудники Паркуют Свои машины Вот на нашей Вот этой улице И прямо Вот там на газоне И даже заезжают На территорию сквера Рассчитывая Что видимо Что там будет парковка Подумайте люди Может быть Вы все-таки Внесете свой вклад И решите Что там Должен стоять Сквер Быть сквер Что там должна быть Зелень А насчет парковки У нас тоже есть идея И вам будет комфортнее Парковаться Если вы Примете участие Такие два больших здания Замечательно там стоят Поучаствуйте Примем телефонный звонок Добрый день Представьтесь пожалуйста Алло Здравствуйте Я из Коминтерна Скажите пожалуйста Как вас зовут? Очень хотелось бы услышать Что-то по поводу Коминтерна Извините Там ведь тоже люди живут Понятно Извините пожалуйста Как вас зовут? В частности Озерки Извините пожалуйста Как вас зовут? Представьтесь пожалуйста Алло Будем считать Что Озерки Позвонили Я вот Хочу сказать И отдать дан Жителям В том числе Озерков Очень активные Инициативные Люди проживают Поэтому Есть у нас там тоже И задумки По благоустройству Территории У нас Буквально в воскресенье Мы праздновали 19 часов вечера День соседа В Озерках И могу сказать Что 8 или 11 домов Они между собой даже Соревновались Организовывали Различные мероприятия Кто-то пел Кто-то танцевал Люди очень активные Единственное Что почему-то у нас Вот В голосовании Там Мало Участия приняли люди Но до этого Они свою Как сказать Волю изъявили Поэтому Сейчас мы Совместно С Киров спецмонтажом Продолжаем работу Вот по благоустройству Территории Этого микрорайона Там Вдоль вот этих Водоемов Мы планируем Вырубить Все-таки Дикорастущую порсель Начать Дальнейшее благоустройство Недавно Буквально На прошлой неделе Вот разговаривал С предприятием Они Продолжают Благоустройство Не оставляют Этот микрорайон Вот Потом у нас Дальнейшее развитие Будет по улице 60 лет Комсомола Там вот Где Никольскую церковь Планируют Мы тогда гаражи Убрали старые Там нам Сейчас Отсыпать Тоже территорию Прогулочная Набережная Там планируется И еще ряд Других вопросов В том числе И попала Корчагина 215 Там у нас Есть задумки Небольшой скверик Сделать И так далее Молодежь там Очень активная Жители Очень активные Поэтому Вот Мы со своей стороны Постараемся Максимально Их поддерживать Расскажите нам Про сквер Который Делает Сах С летающими Зайцами И одуванчиками Это улица Урицка Вы имеете ввиду Я видела Просто фотографии Этих арт-объектов Это что-то Новое Такое В городе Интересное В прошлом году Они вышли С этой идеи Единственное Что Концепция Немножко На сегодняшний день Изменилась Тогда Небольшая Как планировалась Стоянка В том числе Для участников Великорецкого Укрестного хода Когда они Переходят Из монастыря В монастырь Какая-то там Стена памяти Сейчас маленько Концепция изменилась Но В любом случае Это будет Опять же Сквер С арт-объектами С зоной отдыха С озеленением В принципе Такая Неплохая территория А где конкретно Эта точка На Урицкого Урицкого Здесь Практически Перекресток Улицы Молодой гвардии Урицкого Что за летающие Зайцы свет Металлические Летающие Зайцы Вот с такими Развивающимися Ушами И одуванчики Потому что Как бы тут Порассказывал Все очень скромно А у тебя Как-то Я видела фотографии Мне очень понравилось Это-то остается В проекте После выяснения Это уже сделано Это уже сделано Эти объекты Арт-объекты Они уже изготовлены Но они еще не на месте Но еще не установлены Еще работы не проводились Просто там Да Я так понимаю Богостроительные Но рассчитывают На это лето Этим летом Этим летом Сах Рассчитывают Это очень интересно У нас остается Еще ряд объектов Да Могу сказать Что мы планируем Благоустройство Продолжить Александровского сада Там есть зона Детская И одна организация Предложила Там где старая Старая детская площадка И остался там Не знаю Что там была Железная дорога Параозик Там сейчас она Используется Как песочница В районе этой территории Нам одно из предприятий Предложила Проект реализовать Детские площадки С игрушками Мы поддерживаем их Сейчас вот ждем Когда движение Начнется дальше Планируется В рамках Грантовых конкурсов Благоустраивать сквер В Дымково На улице Спортивной Там жители местные Разработали полностью Проект В прошлом году Там водоем рядом Происходило обрушение И со строительными Организациями Мы смогли Укрепить берег Завести грунт Сейчас уже можно Производить Дальнейшее благоустройство Это отсыпка Плодородного грунта Озеленение Устройство детской Спортивной площадки Тоже толчком был Проект 30 скверов Они не из первых Завелялись И вот второй год Пытаемся Благоустроить сквер На нижней набережной У Рыбки Там есть собственник Это не территория Муниципального образования Город Киров Но в том году Инициатор выступил Хотел там что-то провести Потом потерялся Сейчас вот Что там хотят сделать? Люди хотят Произвести озеленение Благоустройство дорожек И высадить Очень много Различного вида Кустарников и деревьев Поэтому сейчас вот Концепция есть Проект есть Мы со всеми согласовали Сейчас ждем От них вот От собственников Сроков От собственников согласия Да-да-да И сроков Причем не просто Мы получили согласие А поддержку Сказали что Готовы Кафе Диоланд Готовы поддерживать И словом И делами рублем Две минуты у нас остается Я бы хотела Вас спросить Как вы съездили в Москву На встречу с вятским землячеством Потому что даже По благоустройству Вы мне говорили Что в свою презентацию Вставите туда этот слайд Чтобы к ним обратиться Обязательно Презентовал всю территорию Первомайского района И промышленности И активных жителей И территории Которые были благоустроены И которые благоустраиваются И после Вот Всего этого мероприятия Очень много людей подошло И произнесли даже Слова Что они Очень хотят вернуться В город Киров После вашей презентации Да А рублем помочь не хотят? Ну они наверное С рублем вернутся С этим я к ним тоже обратился Кстати Призвал помогать Сказал что Вот благодаря усилиям Бизнеса И жителям города Кирова И надеясь на помощь Вятского землячества Мы Наш город И пермайский район Сделаем еще краше И они же вернутся Они же свои деньги С собой привезут Так что Очень хотят вернуться Я могу сказать Я могу сказать Что там происходил Сбор денежных средств На реконструкцию Тройской церкви То есть Виктор Петрович Савиных Лично изготовил ящик Для сбора Написал объявление И призвал всех Поучаствовать в этом мероприятии Ой Что-то мне тут страшно стало Немножко почему-то На этом моменте Но надеюсь да Что все будет хорошо То есть там был Виктор Петрович Савиных Я видела что Ездила туда Елена Васильевна Ковалева Надеемся На ближайшее время На встречу с Еленой Васильевной Здесь в этой студии Давно уже не было У нас с ней беседы А вопросов накопилось много В том числе и по работе С различными Вятскими меценатами И нашими земляками Которые вот сейчас Как оказывается С теплом вспоминают о городе И готовы там Может быть вернуться Может быть чем-то помочь Но Как у себя Коль После нашего сегодняшнего эфира Какого ощущения осталось У меня хорошее стало Очень настроение После сегодняшнего эфира Да Я думаю что В этом Они может быть вернутся В этот город А я из него не уеду Мне еще в конце вечера Давали визитки И там и ректоры Известных вузов И народная артистка Российской Федерации И так далее В общем Все вот Я не знаю Телефоны дали Я так понимаю Что они Таким образом Мне оказали Какую-то поддержку В дальнейшем Готовы Готовы рассматривать Разные предложения Спасибо Вячеслав Семаков Начальник территориального управления По Первомайскому району Кирова Заместитель главы администрации Был у нас в гостях Дневной разворот завершен Николай Голиков И Светлана Заников До свидания До свидания Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова